Переходим, с моей точки зрения, более, ой, интернета, господи, вот никогда мне не нравилось название интернета вещей, вот даже сделал опечатку. У меня была забавная история, у нас один из профильных институтов, который занимается стандартизацией разных технологий, значит, какое-то внутреннее совещание было, и многие высказывались, как раз тематика совещания была, стандарты в направлении интернета вещей, и стенографистка, которая фиксировала там все высказывания и все работы, значит, сделала опечатку и вбила там интернет овощей. И это чуть не вошло потом в законодательные документы, в общем, вовремя увидели. Поэтому название дурацкое, мне не нравится, но, опять же, суть его, наверное, проста, вот, как пример, там, с этим холодильником, борющийся с пылесосом. То есть у нас есть какие-то объекты, которые могут отдавать эти данные. И вот объединение этих объектов и данных может как раз дать очень важные, интересные результаты. Цифровизация, успеть, чтобы выжить. На самом деле, это вот тот, наверное, тезис, который у меня родился за последние полгода, потому что, немного погрузившись в направление промышленности, я с удивлением обнаружил, что достаточно консервативное направление АСУ, технологических сетей, самого производства, буквально за последние полгода претерпело громадные изменения. И общаясь буквально позавчера с одним из директоров заводов, я от него услышал очень интересный тезис. Он говорит, что сейчас кругом везде один Макдональдс. То есть если ты не успел обслужить своего покупателя сразу, то ты исчезнешь с рынка. То есть никто не будет ждать, пока ты там подготовишься, никто не будет ждать, пока ты там внедришь какой-нибудь там САП в течение трех лет. Этого времени нет. Сейчас все настолько ускорилось, настолько все стало цифровым, и настолько усилилась конкуренция, что тот, кто двигается в соответствии с этими трендами, и в соответствии с этими стандартами, правилами игры, тот и выживает. И более того, если следовать им, он не только выживает, он еще и открывает для себя новые ниши. И вот этот пример с Макдональдсом, где я бы пришел бы и заказал там Биг Мак, и ждал бы его, пока мне там либо предложили котлету с каким-то соусом, либо сказали, ну вот там 20 минут подождите, мы вам сейчас там приготовим там медиум реа, ну действительно, я бы, наверное, уже и не купил бы его, не дождался бы. Что касается вот каких-то прогнозов и авторитетных мнений, ну очень не люблю их на самом деле, потому что эти прогнозы клепаются каждый год, обычно лет на пять вперед, и потом, спустя даже год, никто к ним не возвращается, не проверяет, а что же там эта авторитетная компания сказала и выполнилась она или нет. Но какие-то нюансы, наверное, стоят, и тренды, стоит подчеркнуть. Прежде всего, там высказывание того же Гартнера, оно говорит о том, что сейчас происходит, помимо вот этой цифровизации, трансформации технологий, активного внедрения, развития, то, что мы называем там интернет-вещей, происходит и трансформация самих бизнес-процессов. И опять же, пример с этим Макдональдсом, модели Макдональдса на производстве, она уже имеет место быть, и она вынуждает наших заказчиков искать новые бизнес-модели собственные, новые ниши, или там новые выстраивать процесс взаимодействия с их конечным потребителем, их заказчиком. Более того, даже очень консервативные направления, как безопасность, как производство, как автоматизированное стим управления, сейчас стремительно движется к открытости и к определенным стандартам. Это обуславливает как раз скорость изменения и скорость добавления вот этих новых элементов, которые нужно быстро-быстро друг с другом соединить для того, чтобы получить какое-то преимущество. Те, кто занимался, например, автоматизацией, может быть, много лет назад, помнят наверняка, там были сети Бакнет, которые даже еще до сих пор есть, сети инженерных систем, которые назывались Лонворкс, которые оперировали протоколом Лонток. Сейчас об этом уже никто не вспоминает, а это было проприетарное, закрытое и очень популярное. Но, по сути, прогресс, он смел это направление, и сейчас те, кто движется в сторону какого-то проприетарного протокола, проприетарного взаимодействия элементов, своего решения, обречен на гибель достаточно быструю. И это касается не только маленьких компаний, это касается и больших компаний. Если вы посмотрите, компания Cisco активно движется к открытому сорс-коду, SDN, к открыванию собственных API, участвует во всех консорциумах, которые разрабатывают индустриальные или траслевые стандарты, мы этим занимаемся, потому что мы понимаем, что без этого движения, без этой открытости компания тоже может исчезнуть с рынка. Собственно говоря, об этом и хотелось сказать вот этим слайдом и сакцентировать ваше внимание на том, что рынок программных средств сейчас претерпевает не меньшую революцию и очень четкий тренд на использование открытого кода, на использование опенсорсных библиотек, на использование тех вещей, которые можно скачать с интернета, например, с ресурсов GitHub, скомпилировать и начинать применять. Сам по себе подход сейчас такой, чтобы не изобретать велосипед, а взять тот велосипед, который уже изобрели до тебя, который уже за счет многочисленного внедрения практически вылезан, его начать использовать, и да, может быть, с какими-то проблемами, может быть, с какими-то ошибками, но начинать внедрять только через внедрение, через быстрое использование долизать его, доточить, избавиться от всех нюансов и ошибок. То есть вот такой подход, по сути, то, что называется agile методика, когда быстрое-быстрое внедрение, получение быстрого результата, это как раз основной тренд, в том числе и на рынке средств, программных средств. Пропущу, на самом деле, этот слайд, но, может быть, тут сакцентирую внимание, опять же, прогноз того же McKinsey о том, что выручка от продаж решений IT составит от 4 до 10 триллионов долларов. Как считали, непонятно, но цифра внушительная. Хочется в этом поучаствовать, поэтому стоит на это сакцентировать внимание. Еще из одних, один из таких очень важных трендов, который мы в своей работе выяснили, есть две стороны медали. Одна – бизнес-сторона, и как раз это для бизнес-людей очень важно, о том, в чем я говорил, это снижение капитальных расходов, снижение операционных расходов, по сути, цифровизация бизнеса для выведения новых видов услуг, либо для улучшения своих услуг, повышения лояльности своих заказчиков. Оптимизация бизнес-процессов, опять же, ускорение работы, ускорение обслуживания сервисов, улучшение, снижение операционных затрат, ну и повышение качества. То есть это основные вещи, которыми оперируют люди, которые отвечают за сам бизнес, за сами бизнес-процессы. И в этом плане техническая сторона медали. Мы видим четкий тренд на объединение то, что называется IT, к которому мы все себя относим, и мира OT, это операционных технологий. То есть если взять производство, то это как раз та категория людей, которые относятся к ОСУ, к непосредственно самому производству. Мы видим четкий тренд на сближение позиций, самое главное, на сближение целей, которые есть у этих двух миров. И IT, имея богатый выбор инструментов, имея стандарты, зная, как быстро, что, куда подключить и что-то сделать, перекрутить бантик с цветочком, может очень сильно и реально помочь решить какие-то конкретные задачи для мира IT и вместе с ними дать какие-то уже конкретные результаты для стороны медали, которая касается части бизнеса. Еще один важный момент, на котором хотел бы обратить внимание, то, что под вывеской интернета вещей зачастую мы занимаемся созданием вот этой инфраструктуры и сбором данных. Что с этими данными сделать? Зачастую мы понимаем, ну, что называется, по ходу пьесы, потому что, опять же, был у нас, точнее, есть у нас один замечательный проект на производстве, когда мы начали банально с подключения робота, там, сварочного, для того, чтобы понимать, вообще работает он или не работает, и для того, чтобы сопоставить это с работой сотрудника, потому что там конкретного оператора. Потому что на производстве были случаи, когда приходит оператор, значит, включает этого робота, значит, он уже там включился, поджигает дугу на нем, на минимальном, как говорится, уровне, и пошел спать. Смену отоспал, по, в принципе, мастер говорит, да, видел, там, лампочка горела на роботе, ну, мало ли, там, отошел куда-то. То есть, по факту, сотрудник был, электричество потратили, газ потратили, запчастей, как говорится, изделий нет. Все, начинают искать, непонятно где, то есть, нет информации. Мы начали банально с задачи понимания состояния этого робота. Сейчас это вылилось в проект, в котором мы подключаем абсолютно все станки, которые есть на производстве, их порядка 40 типов. Более того, мы пришли к уже пониманию не только состояния робота, а и состояния его инструмента. То есть, мы знаем полностью, что делает там сварочный аппарат, какие программы он выполняет, какие ошибки он выдает, почему, допустим, оператор, точнее, мы детектируем, что оператор его перевел в ручной режим и что-то сделал не так. А это сразу может привести к потере качества, соответственно, отхождению от технологического стандарта, и в итоге, может быть, привести к браку детали. То есть, и вот такие вот нюансы, они очень интересны, потому что, вроде как, начав там просто, там банально зеленая лампочка, горит или не горит, мы пришли к пониманию на уровне заказчика и владельца, о том, что ему интересно знать нагрузку на робота, то есть, у него есть задача нагрузить сварочный робот, там не менее 80% всей сварки на производстве делать роботами, потому что это быстрее, дешевле, качественнее. Это первый коэффициент. Второй коэффициент, по сути, коэффициент его использования в конкретный день, в конкретную смену на фоне загрузки его в неделю, либо на фоне месяца. Более того, перейти к расчету эффективности работы конкретного оператора и привязать мотивационную часть зарплаты его к этому оператору. И у этого заказчика в цеху прям есть панель стоит, и там прям по сменам, по операторам есть, что он там, там Вася сделал столько-то деталей, вот там конкретно заработал какую-то копеечку. И когда там Петя смотрит, боже мой, Вася тут уже вперед ушел, и уже там денежку зарабатывает, а я нет, уже начинается вот эта конкуренция, да, там может быть, отчасти там советской эпохи, когда там вымпелы давали, там ударная смена, но это уже монетизируется и для конкретно заказчика, для владельца, оно инструмент для мотивации повышения производительности труда его сотрудников и повышения качества и снижения, соответственно, брака. То есть, вот, казалось бы, начали с простой задачи, а это вылилось в осознание тех данных, которые мы можем собрать и формирование очень полезных показателей. Этим слайдом я хотел сказать, что денег много туда инвестируется, опять же, неизвестно, кто как считал, понятно, что цифра большая, это означает то, что практически все основные игроки на рынке, в том числе и IT, то есть большие компании, Cisco, Microsoft, Oracle, SAP, там, индустриальные компании, Honeywell, Siemens, производители сетевого оборудования, все инвестируют в это направление. Многие инвестируют, пока еще не осознавая, и банально там общаясь с нашим руководством два года назад, услышал очень странный тезис, они говорят, мы понимаем, что это рынок новый, что он большой, мы пока не чувствуем, где что это есть и как это все монетизируется, но мы знаем, что нам нужно инвестировать и идти в это направление, стараться разработать какие-то продукты, решения и быть первыми, для того, чтобы потом пожать все вот эти плоды. Поэтому все инвестируют, а это означает то, что рано или поздно, а уже сейчас, как говорится, рано, уже есть решения, которые под этим интернетом вещей есть. Ну, данный слайд говорит о том, что у нас там большое количество заказчиков наших, которые планировали внедрение IT. На самом деле, я бы, наверное, перефразировал, сейчас многие заказчики уже формируют отдельное подразделение, даже там выделенного человека, который занимается, ну, назовем это цифровизацией. То есть в Европе, например, есть конкретная позиция Chief Digitalization Officer, CDO. То есть за ним, у них его есть офис, и он как раз является точкой сбора данных от IT, от OT и представлением вот этих данных уже на уровень людей, принимающих решений, по сути, владельцев бизнеса. Сам по себе интернет-вещи и вообще все решения, они достаточно сложны, потому что очень много есть аспектов, как технологических, так и организационных, и ни одна компания не в состоянии закрыть полностью всю нишу. И опять же, компания Cisco не стремится, как говорится, занять все стулья в этом зале. Поэтому важный аспект в том, что во всех наших решениях всегда есть как технологические партнеры, так и партнеры традиционные, которые, по сути, могут в эту всю интеграционную работу привнести, сформулировать, оформить и принести конкретные решения конкретному заказчику. Более того, если технологические, мы сами уже поменялись, если несколько лет назад мы говорили, строим облака и полностью все данные загоняем в облака. Хороший подход, но когда мы начали подключать все устройства, опять же, вспомним холодильник с пылесосом, количество данных просто чудовищное возникает. Более того, если говорить о производстве, тот же робот, он может отдавать данные с частотой, какую мы захотим, 50 миллисекунд, 200 миллисекунд. То есть мы получаем громаднейший объем данных, большая часть из которых, по сути, наверное, не очень-то полезная, потому что нужно где-то сделать ее фильтрацию. И вот здесь возникает как раз такое понятие у нас CloudFog архитектура, которая шифровывается как облачно-туманное взаимодействие, по сути, туманное вычисление, опять же, туманный термин, суть которого возможность привнести обработку данных максимально близко к его источнику. Что это означает? Возьмем пример с датчиком температуры. Он стоит и нам каждую секунду говорит там 20 градусов, 20 градусов, 20 градусов, 20 градусов. По сути, нам это неинтересно. Нам интересно увидеть, что если он поднялся на 2 градуса или на градус, то тогда мы эти данные должны отдать вверх. задача по сути вот это туманное вычисление быть максимально близким к источнику этих данных и сделать как раз вот эту фильтрацию, обработку, возможно, нормализацию этих данных и отдать ее на уровень выше уже для хранения, обработки и уже дальше на уровень приложения. Если теперь говорить о тех решениях, которые компания CISCO предлагает под вывеской интернет-вещей, IoT, то их можно разделить на несколько вот таких направлений, там сетевое взаимодействие, ну, понятное дело, компания выросла из коммутации и маршетизации, поэтому обязательно тут тоже есть все. Туманное вычисление это как раз некая платформа для вот этой вот предобработки данных, модулей для анализа данных, безопасность, управление, автоматизация. Об этом коротко, но я сфокусируюсь на самых, на мой взгляд, интересных вещах. Что касается сетевого оборудования, то акцентирую ваше внимание прежде всего на том, что у нас появилось и уже достаточно давно развивается направление, которое называется Industrial Ethernet свечи. Это класс оборудования для построения технологических вещей, сетей. Несмотря на то, что многие из вас традиционные, там, скажем так, циско-ориентированные даже партнеры, немногие знают, что это оборудование есть. И я хочу сакцентировать ваше внимание на том, что это очень интересный класс устройств, который позволит прийти в новую нишу, в нишу технологических сетей. В рамках тех же заказчиков вы сможете прийти уже не к IT-департаменту, не заниматься корпоративными системами, сетями, можете уже привнести вот этот багаж IT-шных знаний в ОТ к ОСУ. Конечно, глупо предположить, что вы придете непосредственно к человеку, который отвечает за автоматизацию на производстве, скажете, вот смотрите, у меня индустриальный коммутатор, а вот тут маршрутизатор, купи. Он скажет, ничего менять не буду. Но, если вы придете опять-таки к человеку, который отвечает за производство и скажете, что ребята, для того, чтобы вам построить какую-то систему по сбору и анализу данных, вам необходимо модернизировать вашу технологическую сеть, вот мой опыт говорит о том, что вы получите ротчерк пера, как говорится, внедряйте. Один из наших примеров жизненных, буквально на прошлой неделе встречались с заказчиком и классический наш IT-интегратор пытался продать безопасность на технологическую сеть, по сути там АСУ. делал он это долго и по сути уперся в конкретного там IT-шника, который сказал, ну не хочу ее, вот не нравится она мне, не люблю, не будет ее. Ну и соответственно долго не получалось. Но когда мы пришли к, было у нас совещание непосредственно с генеральным директором АОНЖИ-владелец, мы говорим, вы знаете, вот у нас для нашей работы, вот мы сейчас там занимаемся вашей технологической сетью, непосредственно удаленный доступ, который у вас построен вашим вот IT-шником, мы хвалим его всегда, через OpenVPN работает плохо, потому что подключение с двух компьютеров за IP-адресом приводит к отрубанию одной из сетей. Как бы нас, мы не можем работать, он говорит, а что вам надо? Мы говорим, ну давайте АСУ поставим туда. Он говорит, для него вопрос, несите счет. мы по сути как бы решили задачу нашу, которая нам необходима, а IT-интегратор, который сидел же рядом, сказал, сейчас делаем, напечатаем. То есть по сути продажа, вот его задача решилась очень быстро, опять же, зайдя с другой стороны. Есть отдельно у нас решение, достаточно развитое, которое для направления энергетиков. То есть то, что начинается с CGR, CGS, это Connected Grid Router и Connected Grid Свечи. Это оборудование для энергетиков, имеющие все сертификаты по там помехозащищенности, реализация внутренних тростлевых стандартов и так далее. То есть это, в принципе, классическое оборудование, имеет уже по миру миллиона инсталляций, по сути, это является даже стандартом на этом рынке. Поэтому тоже, если у вас есть такие заказчики, предлагаю обратить на это внимание. Возможно, вы уже это используете. Опять же, в промышленном исполнении есть точки доступа, потому что на производстве, ну, вот сколько я уже на своей, как говорится, жизни побывал на производствах, как строят беспроводные сети, это просто обнять и плакать. То есть это и домашние точки доступа, завел это в полиэтилен, чтобы там пыль не седала, или там вдруг какой-нибудь чуть не упало на него. И обычные, классические, цисковские точки доступа в каких-то шкафах с выводом антенн, то есть такое вот прям на коленке пилили и прикручивали. Ну, то есть лучше использовать что-то стандартное по стоимости, оно будет таким же сопоставимым с тем, что делается на коленке, но работать будет совершенно по-другому и лучше. То есть тоже там прошу обратить внимание. Есть оборудование, которое называется ER, Industrial Router, это маршрутизатор в индустриальном исполнении. То есть означает то, что у него климатика хорошая, такая же, как и у индустриальных свечей, а это минус 40, плюс 70, то есть, как я говорю, может работать в условиях грязи и пыли. То есть реально такое оборудование можно ставить на производстве, на грязном производстве, и если хочется, чтобы не протирать его тряпочкой, чтобы увидеть индикаторы, можно его поставить в так называемый гермошкаф, то есть не в термошкафы, а в гермошкафы, что существенно дешевле. Плюс, опять же, весь мир Industrial со всеми протоколами, СИП, профибаз, профинеты, топологии кольцевые, отказоустойчивость, исходимость, все это реализовано уже в этом оборудовании. То есть любые потребности АСУТПшников, они могут быть закрыты конкретно этим оборудованием. И отдельно то, о чем хотел поговорить, это, ну, индустриальный файрвол, на самом деле, это очень интересная вещь, это те, кто занимается безопасностью, те, кто пытается продавать безопасность в корпоративные сети, стоит обратить на это внимание. Еще сегодня нам на слайде я покажу, где это оборудование ставится и почему оно очень важное и почему оно действительно интересно. Но я хотел бы сакцентировать больше ваше внимание на оборудование, которое у нас строилось совсем недавно, для построения так называемых сенсорных сетей. Это датчиков, которые работают по стандарту Лора. Это Long Range Wide Air Network. Это сети дальнего действия с низким энергопотреблением конечного оборудования. Вот на этот счет я бы хотел начать с того, что посмотреть на картинку, какие вообще беспроводные стандарты есть и почему вот эта технология Лора, она очень интересна и актуальна прямо сейчас. Если посмотреть по радиусу действия, то, конечно, можно начать с стандарта Bluetooth, который имеет короткодействие. Короткодействие требует энергию, но обычно это носимые какие-то гаджеты для каких-то таких больше потребительских приложений. Дальше мы можем посмотреть на среднего действия это уже сети Wi-Fi. Опять же, на ряде приложений, допустим, на производстве зачастую очень тяжело разворачивать вот эти Wi-Fi сети, нужно их строить очень плотными за счет большого количества металлоконструкции, да и дорого это в итоге оказывается. Меж-сети то же самое. Какие-то специализированные wireless hard это то, что стандарты используем опять же в индустрии. М2М взаимодействие на базе 2G, 3G. Взаимодействие грубо говоря контроллеров либо по RF-мешу, который объединяется в какую-то управленческую сеть. Стандартов много, но один из моментов это дальнее действие, которое Long Range по сути здесь вариантов не так и много. То есть у нас по сути есть там 3G, 2G, LTE по сути под М2М взаимодействием и вот как раз сети нового поколения вот это LORA-1 или они еще называются LP-1 Low Power Wide Aero Network. То есть сети с низким энергопотреблением. Какие области применения? Если посмотреть, то допустим для обычных локальных сетей, которые там все мы строим и умеем и знаем и пользуемся, это достаточно большой процент их использования, это большое количество стандартов внутри помещения обычно, ну там либо если строим, как в прошлом презентации мы обсуждали сетевую инфраструктуру города, опять-таки тоже они применяются. Но соответственно очень зависит на внешнее питание, делать на батареях очень некомфортно, соответственно очень большая стоимость. Традиционные сети, которые относятся к М2М взаимодействию, они хорошее покрытие имеют, потому что уже мобильные сети, мы как потребители сотовой связи, хорошее покрытие обеспечит нам оператор связи, но достаточно большая стоимость владения и как раз вот эта автономность и энергопотребление существенно больше. В нашей жизни как раз в рамках одного из проектов по интеллектуальной транспортной системе было установлено порядка 6500 датчиков движения, которые использовали встроенные сим-карты. И в момент, когда произошло, я уже не говорю там, что сим-карты залипают иногда, они онлайн, но данные не передают, ну, оператор связи решил сменить тариф. Соответственно, заказчик был вынужден перейти к другому оператору связи. И это вылилось в просто ад, потому что на 6500 тысячи устройствах, которые висят на столбе, нужно было залезть и поменять сим-карту. Расходы были чудовищные, потому что это специализированные люди, которые могут залезть на вышку, это самовышка, которая тоже там у оператора связи не было, надо было арендовать его. И реально это очень трудоемкая операция, которая вылилась в достаточно большую стоимость. выходом по сути для построения такого рода стима могла бы как раз стать сеть Lora или LP-1, которая дает низкое энергопотребление, низкую стоимость владения, потому что стоимость интерфейса к датчику очень маленькая, порядка 5 долларов стоит плата с готовым интерфейсом и загруженным стеком Lora-1. Плюс за счет того, что дальнее действие базовой станции, чтобы покрыть город порядка масштаба Киева, потребуется порядка 10 базовых станций, может даже меньше. Дальнее действие порядка в условиях города, которые мы реально промеряли в застройке примерно киевской, это порядка от 6 до 12 километров было. В самых худших районах, где очень плохой радиоэфир, дальность или высокая застройка, дальность снижается до 2 километров. Иногда чуть меньше даже, особенно когда мы вынуждены работать с датчиками, которые стоят в паркинге в подземном, им еще проходить бетон нужно этим пакетом. Но, тем не менее, своя ниша есть, и по нашей оценке, это, наверное, даже в рамках IoT, это, наверное, наибольший сегмент, который будет покрываться такого рода сетями. Какие минусы есть низкая пропускная способность? Это раз. Во-вторых, модель построения этой сети такова, что данные передаются снизу наверх. Если нам необходимо передать сверху вниз, то есть определенные технологические ограничения по выходу датчика в эфир, и, соответственно, инициатором взаимодействия является датчик, и он может получить банально даже подтверждение отправки своего пакета только при отправке следующего пакета. Такая технологическая реализация. И еще один из таких нюансов это то, что это новый стандарт. То есть текущая версия спецификации LoraOne это открытый альянс этим занимается 1.1. Понятное дело, что есть еще много чему развиваться, но это направление очень активно развивается. Очень большое количество уже производителей склепало свои датчики сенсоры с этим интерфейсом. Области применения много и в лунных городах, и в направлении производства, и в направлении то, что называется сельское хозяйство. То есть там, где можно посреди поля воткнуть датчик, который будет измерять влажность почвы, и он сам будет работать. Не надо никакие кабели к нему тянуть. Не надо там, не знаю, если там сотовой связи нет, не надо там тянуть еще оператора связи с его базовыми станциями. Более того, в актуальной версии стандарта реализовано уже позиционирование. И такие задачи, когда нам нужно контролировать въезжающий транспорт на какую-то территорию, либо даже сотрудника, который заходит на какую-то территорию, мы можем это сделать сносимым устройством, с меткой энергонезависимой, которая наклеена, либо прилеплена к сотруднику, либо какому-то транспортному средству. То есть области примирения масса. Что касается технологии, вся сеть лора состоит из четырех компонентов, обязательно. Отсутствие одного из компонентов означает отсутствие этой сети. первый компонент это непосредственно датчик, который реализует передачу данных беспроводным способом до базовой станции, то есть до шлюза, или Гитвея его можно называть. Далее шлюз, принимая этот пакет, он смотрит, да, это пакет моей сети, он его открывает, смотрит, но при этом не залезает, так называемый ПЛО, то есть полезные данные он не видит. Там используются два уровня шифрования, и на этом уровне он не видит ничего. Он видит только принадлежность данного пакета, данного пакета данных к собственной сети. Он по IP, то есть это либо проводной способ, либо там мобильный бэкхол, он перекидывает это все на так называемый Network Server, который как раз скрывает первый уровень шифрования и смотрит принадлежность к какому приложению эти данные предназначены. Опять же, сам вот этот payload, он находится в зашифрованном виде, и Network Server его не видит, и он его перекидывает на конкретное приложение. То есть у нас есть компонент датчик и компонент потребитель приложения. Посередине у нас есть два компонента, которые реализуют по сути вот этот транспорт по сети Lora. При этом в новом версии спецификации реализован уже так называемый роуминг. Вся интересная штука в том, что базовые станции развернутые работающие в субгигерсовом диапазоне, то есть в нашем регионе это 868 МГц, будут принимать пакеты от любых датчиков, работающих по стандарту Lora. Мои, не мои, все равно пакет будет принят. И в этом плане что мы получаем? Мы получаем, во-первых, тот, кто первый развернул, тот, по сути, получил полную инфраструктуру для подключения любого датчика любого приложения. То есть она у него есть, эти данные у него есть. И здесь, внедряя, например, новые сервисы, тот же самый датчик парковки, уже проще не разворачивать свои базовые станции, прийти к тому, кого есть развернутые, сказать, у меня есть мой нетворк-сервер, перекидуй мне мои пакеты на меня. Более того, сейчас прописан в стандарте еще другой вариант, когда нетворк-сервер знает дружественное ему приложение, но не принадлежащее и он может сразу отправлять пакеты туда на дружественное приложение. То есть реализовать как раз передачу и передвижение вот этого датчика по сетям, даже, как говорится, не ему принадлежащим. Что это означает? То, что мы, допустим, сделали в одном городе один оператор, у нас в другом городе оператор сети лора другой. Они могут договориться друг к другу, и если машина с этим датчиком приезжает в другой город, мы будем знать полностью перемещение и все данные, которые передаются по этому стандарту. Очень важный момент. Как я уже сказал, технология используется радиопередача по радиочастотам как раз субгерцового диапазона. Прежде всего, этот диапазон относится к так называемому ISM-бенду, это Industrial Science Medicine. Он является открытым и не лицензируемым. То есть в пику операторам связи, у которых лицензируемый диапазонный частот, любой может развернуть эту сеть. Более того, использующийся механизм модуляции позволяет работать в драматично плохих условиях, то есть ниже уровня шума будет устойчивая передача сигнала. Есть, правда, для повышения качества передаваемых данных есть механизм, который называется ADR Adaptive Data Rate. Это очень важный механизм, который как раз реализован по сути только лишь в коммерческих реализациях нетворк-сервера. Потому что открытая реализация, бесплатная, она, пожалуйста, в интернете есть, можно самому скачать и запустить. Но ADR, он реализован только лишь пока в коммерческих реализациях. Что означает это? Это означает то, что базовая станция, когда мы запустили ту сеть, понятное дело, что мы имеем дело с радиоэфиром, и эта сеть дышит, она восприимчива ко внешним воздействиям. И в какой-то определенный момент мы видим, что качество данных упало, и базовая станция может перевести конечное устройство на другой так называемый спред-фактор. И тем самым изменить режим его работы, то есть да, он будет дольше находиться в эфире и передавать данные, но мы увеличим дальность передачи этой данной. При этом, конечно, мы в ущерб получим снижение скорости передаваемых данных. То есть вот здесь вы можете увидеть, что на самом плохом спред-факторе, ну, здесь написано 14 километров, на самом деле живьем те тесты, которые проводились в идеальных условиях, там, в условиях пустыни и ровной поверхности, до 50 километров происходит передача данных на спред-факторе так называемом 12, что соответствует примерно 290 бит в секунду. В среднем на хорошем спред-факторе, то есть на хороших условиях, там, условиях города, мы будем получать примерно там порядка двух, там, максимум трех килобайт данных, полезных данных, которые может передавать. Но этого, на самом деле, для сенсорных сетей достаточно. Взять пример, который мы разбирали на прошлой презентации. Датчик парковки. Он работает по какому принципу? Приехала машина, этот датчик задетектировал, что подъехала машина, датчик проснулся, отправил данные о том, что меня закрыли и ушел в спячку. Он ждет тогда, когда машина уедет. Машина уехала, датчик опять проснулся, выплюнул о том, что машина уехала. Все. То есть, вот по сути, в таком режиме передаваемый пакет данных, он порядка, там, нескольких байт. И по статистике, мы смотрели, по разным приложениям, в среднем передается порядка 30-40 байт полезных данных. Это маленькая передача в одну сторону и практически зачастую не без подтверждения обратно. На каком это оборудовании и какие продукты задействованы от CISCO? Естественно, у нас есть комбинация самой базовой станции, вот она там еще будет более увеличенный размер, упомянутый ранее Industrial Router 809-й, либо 829-й, на котором задействован кусок вот этого кода, который делает переброс данных от базовой станции до нетворк-сервера. По сути, это туннелирование сырых пакетов до нетворк-сервера, где происходит уже разбор его и обработка. Для того, чтобы управлять вот этими устройствами, у нас есть так называемый Field Network Director, который позволяет мониторить состояние непосредственно маршрутизаторов и параметров его работы. При этом, очень важный момент еще, нетворк-сервер у нас не свой, мы работаем с компанией-технологическим партнером под названием Actility. На текущий момент у нас есть еще проработки, взаимодействие с другим производителем этого решения нетворк-серверов компании OrbiWise, это европейцы тоже, Actility французы. И, в принципе, есть уже реализации, скажем так, доработки открытого кода, которые, по сути, там, такие маленькие компании, которые претендуют на нишу на этом рынке. Дальше, непосредственно ИОТ-приложение, это уже конкретные задачи. То есть, если мы собираем данные с датчиков учета, приборов учета, там, энергетиков, значит, это приложение, которое у них будет, там, массу, там, энергия, там, или энергосбережение какое-то. То есть, это их типичное приложение к их типичным датчикам. Коротко, значит, базовая станция вот примерно так и выглядит. По размеру это вот такая коробок, достаточно увесистый, выполненный в форм-факторе вот классом защиты IP67, то есть, предназначен специально для того, чтобы можно было повесить уже непосредственно на мачте и поближе к непосредственно к антеннам, для того, чтобы покороче были кабели и поменьше было потерь. Преимущество того, что мы комбинируем базовую станцию и маршрутизатор состоит в том, что по сути маршрутизатор помимо функции управления базовой станцией и переброса пакетов еще привносит вот в эту конструкцию по сути весь багаж технологий ЦИСК, которые есть, связанные и с безопасностью, с КОСом, с IPC-ком и так далее. То есть, это в принципе стандартный набор тех инструментов, которые есть на любом маршрутизаторе. Это встраивается в любую сеть удобным и комфортным и понятным для всех нас способом. И масштабирование, конечно, тоже там все понятно, как и с любыми продуктами. Как выглядит типичная установка? Непосредственно маршрутизатор ставится в каком-то шкафчике внизу. По ПОЯ он запитывает вот этот интерфейсный модуль, базовую станцию, которая вешается уже на масте. Одна либо две антенны вешается для передачи по радиоканалам, плюс есть отдельный разъем для подключения GPS, потому что в принципе базовая станция может еще и шлепать свои геопозиции для того, чтобы красиво потом на карте представить. Естественно, когда у нас мы, допустим, развернули сеть лора на каком-то нашем объекте, начинаем добавлять датчики, добавили 15 тысяч датчиков, видим, что уже все загибается, то есть они начинают уже интерферируют друг с другом, мы сталкиваемся с задачей уплотнения этой сети. Первое, что мы можем сделать, это перейти к так называемым секторным антеннам, то есть по сути мы увеличиваем количество базовых станций, сначала мы можем просто увеличить антенны, сделать по секторам, потом мы можем уплотнить в этой же точке установки с одним и тем же маршрутизатором, мы можем поставить еще несколько базовых станций и опять-таки уплотнить покрытие и реализовать более устойчивый прием в нашей сети. То есть по мере развития сети есть сценарий, как уплотняется и развивается сама сеть лора. Что касается позиционирования, у компании Actility позиционирование отвечает внешний компонент, но он есть, и точность позиционирования при условии, что один датчик попадает в область действия четырех базовых станций, на текущий момент порядка 5-10 метров. То есть это реально хорошо, потому что в условиях дальнего приема, в условиях плохого радиоэфира получить точность позиционирования на таком расстоянии это действительно хороший результат. За счет чего это достигается? В любом датчике и базовой станции есть таймер высокого разрешения, порядка 30 наносекунд. То есть шлепаются временные метки, жесткая синхронизация по времени между базовыми станциями и нетворк-сервером, плюс оценка уровня сигнала. И за счет того, что мы принимаем сигнал с разных базовых станций, мы можем понять отраженный сигнал пришел, прямой, то есть мы можем более точно вычислить ориентировочную позицию вот этого устройства. Опять же, такая точность позиционирования открывает действительно широкие возможности по применению этой технологии в различных аспектах. Что касается туманного усиления, о котором я в самом начале говорил, технология, которая за это отвечает, называется IOX, она реализуется на определенном классе оборудования, опять же, упомянутые маршрутизаторы 809-829, как раз с помощью этой технологии кусок управления сетью лора находится на этом коммутаторе. что это означает? Это означает то, что технически на железку, которая может выглядеть маршрутизатором, коммутатором, где он там, вот он, E4000, Industrial Internet 4000, ставится так называемый гипервизор, на который загружается виртуальная машина, привязанная к одному ядру процессора, который выполняет все его функции как маршрутизатора, либо как коммутатора. Дальше предоставляется возможность для загрузки пользовательских виртуальных машин, которые могут выполнять уже управление и обработку данными. Более того, есть стандартные шаблоны уже с прогруженными скриптовыми языками Луа, Питон, Ява-машины, то есть банально есть уже готовые сборки, готовые контейнеры виртуальной машины, которые реализуют даже стандартные протоколы. Для того, чтобы подключить неизвестное устройство или там, опять же, станок в нашем проекте, мы загружаем вот сюда на этот коммутатор, мы станок непосредственно подключаем к коммутатору, на него загружаем приложение, которое принимает данные с большой частотой от станка, их смотрим, анализируем и потом в момент, когда мы понимаем, что нам нужно перекинуть их на сервер, уже отправляем. То есть это как раз реализация вот этой вот концепции туманного вычисления. Вещь очень удобная, очень хорошо описанная на сайте ЦИСКО, которая звучит как developer.cisco.com Там действительно очень детально описано примеры, примеры контейнеров, примеры, как это все разворачивать, то есть, по сути, порог вхождения по освоению этой технологии очень быстрый. Один из моментов хотел сакцентировать ваше внимание, когда я говорил о том, что мир разработки программных средств меняется так же быстро, как и все технологии более железные. Хотел привести на примере, что IOX это как раз инструмент перехода от технологии, от архитектуры клиент-серверной, когда у нас есть клиент-сервер, база данных, к архитектуре, когда у нас есть так называемые микросервисы, которые выполняют какие-то очень маленькие операции, которые находятся где-то на облачной среде, либо на непосредственно там фок-ноде, так называемом конкретном устройстве, которое реализует туманное вычисление, либо там в дата-центре. И количество масштабирования, там перефразируем, балансировка нагрузки вот этих макросервисов, она автоматизирована. То есть если у нас приходит большее количество пользователей, автоматически создается большее количество инстансов этих макросервисов, и они выполняют эту задачу. И мы в отличие от жесткой привязки клиент-серверной архитектуры, когда мы по сути вручную должны добавить какие-то инстансы, их увязать, рассказать, как они будут балансировать друг с другом, мы переходим к структуре, которая автоматически подстраивается под те задачи и те условия, в которых она находится. Более того, из-за того, что валит данные в концепции IT, данные зачастую в большом объеме и не структурированные, мы пришли к пониманию, что на этом рынке для задач IT нужны другие типы базы данных. И в частности, компания Cisco два года назад купила компанию, которая разрабатывала специализированные базы данных под задачи IT. И собственно говоря, тот продукт, о котором сейчас я буду говорить, он как раз и включает в себя вот этот парстрим, это специализированная база данных, и он включен в решение, которое у нас еще вот только-только сейчас появится в прайс-весте и описание очень общее сейчас пока есть на сайте, оно в начале лета будет активно уже там описано и активно будет продвигаться, которое называется EFF Age and Fog Fabric. Суть его как раз в том, чтобы обеспечить автоматизацию по подключению датчиков или там конечных устройств, хранения и предоставления через API данными наверх. Я не буду остальные компоненты, потому что, допустим, Cisco Asset Management, как я узнал на прошлой неделе, было переименовано, теперь оно называется IT Intelligent Platform. На самом деле название поменяли, сути нет. То есть это под IT-платформа она ни разу не подходит из-за медленной своей работы. То есть конкретно подключить туда миллион там датчиков не получится. Парстрим, чтобы вы понимали, на этапе тестирования очередного релиза тестируется с базой данных в 2 миллиарда событий. То есть это просто на уровне тестов. При этом мы видим, что есть еще дальнейший запас прочности у нее. Как вообще вот этот продукт Парстрим и FF и то, что потом заворачивается в уже продукт под названием IT-деконнект может использоваться и как оно работает. Типичное приложение из жизни, когда одна из европейских компаний сказала, нам нужно мониторить все наше лифтовое оборудование. У нас в Европе миллион лифтов. Хорошая задача, но как это сделать? В итоге используя этот продукт пришли к следующей конструкции. есть не очень обремененный техническими знаниями сотрудник с смартфоном, на котором есть приложение. Он приезжает к этому лифту, соответственно, сканирует код, который нарисован на устройстве. То есть это либо штрих-код, который наклеивается, когда ему дается этот марштизатор, либо просто серийный номер. И отправляется это через смартфон, через банально мобильную сеть, отправляется в облачный сервис, который говорит, что сотрудник приехал в эту точку, к этому лифту, у него конкретно это устройство с таким-то серийным номером, и он его сейчас будет включать. Что происходит дальше? Он нажимает на кнопку питания, включает его в питание, при этом шлюз сам подключается к облачному сервису, там уже есть информация о том, какое предназначение у него, соответственно, ему выгружается его конфигурация. настройка его VPN-ов, настройка косов, пользователей и так далее, и так далее. Более того, используя вот эту технологию Iux, к нему выгружается на него приложение, которое будет реализовывать его, по сути, задачу, то есть конкретно подключение к инфраструктуре этого злополученного лифта. Он производит подключение к оконечке и начинается, собственно говоря, уже прием данных и переброс его на вот этот уровень IT-дета-коннектор, где происходит уже хранение и обработка и предоставление в виде API для всех приложений, которые могут уже его использовать. То есть эта вся штука, она полностью автоматизирована. Да, может быть, это для случаев, когда у нас 10 конкретных устройств для мониторинга, это будет из пушки по воробьям, но когда у нас их тысяча, это весь процесс автоматизируется очень просто. Это реально очень простой и мощный инструментарий. Ну, опять же, тут, наверное, продублирую, что выглядит это как со стороны Sourcebound подключение к конечке, со стороны Northbound это, по сути, коннекторы к конечным приложениям. Говоря программистским языком, используется так называемая DSA архитектура, это Distributed Service Architecture. Что это означает? Это, опять-таки, открытый source code, о котором я в начале презентации говорил, который говорит о том, что данные попав на уровень вот этого продукта, IoT Data Connector, при наличии, опять же, сакцентирую внимание, бесплатного коннектора, который можно скачать в интернете, который называется DS-Link, он может быть прицеплен к этой платформе, и мы получить можем эти данные в любом формате. То есть, есть коннекторы, переводящие данные вот с этого уровня до уровня приложения в REST, в HTTP, в специализированные протоколы там, MatBus, совсем там специализированные тростливые стандарты и так далее. То есть, это, по сути, имеем мы общую шину и имеем возможность додавать любые коннекторы в любые приложения. То есть, если у нас внешнее приложение использует там, я не знаю, JSON, пожалуйста, мы ставим этот коннектор, и он все данные перепаковывает именно в этот формат. опять же, все в открытом коде, компилируем, точнее, качаем, компилируем, вставляем, радуемся. То есть, это все быстрее, быстрее, и не важно, что, может быть, хромает поначалу на обе ноги. Безопасность традиционно почему-то находится в рамках IoT, но не буду сейчас из-за нехватки времени, не буду на этом акцентировать внимание. У нас есть решение по видео, по контролю доступа, по организации системы экстренной связи, диспетчерской связи и так далее. Есть как раз индустриальный Firewall ISA 3000, есть набор программируемых модулей. Ну, в общем, что касается безопасности, полный набор инструментария у нас есть, и там детали все можно тоже узнать. По автоматизации понятное дело, что когда мы имеем с большим масштабированием, с большим количеством неминуемо нам нужны системы управления и автоматизации. Те, кто работал с Prime, возрадуются, потому что есть специализированный тул, который называется IoT Network Director, который отвечает за управление всем этим направлением industrial свечей, industrial роутеров, connected grid роутеров, connected grid свечей. Все это пока, правда, в виде отдельного приложения, но практически с тем же функционалом. Я полагаю, что в ближайшее время это тоже, так сказать, вольется в рамках Cisco Prime. Fox Director это приложение, некий софт, который отвечает за автоматизацию управления, загрузки приложений на вот эти Fox Nodes, туманные вычисления. То есть в моем примере с лифтами это как раз тот продукт, который выгружал по команде конкретные приложения на конкретные устройства. Дальше с помощью Fox Director можно увидеть, какие ресурсы это приложение отбирает, как оно работает, если вышло новое обновление, как это происходит обновление и как оно конфигурируется в окружении самого коммутатора либо марштизатора. То есть это тоже, опять-таки, все автоматизируется и легко управляется. Куда мы идем? Понятное дело, что у компании Cisco большой пул решений. В демозоне вы видели и дата-центры, и безопасность, и UC, и так далее, и так далее. То направление, о котором я сейчас говорю, оно больше относится к индастриалу. Это много всего сложное и компания Cisco старается вот эту всю сложность скрыть. То есть мы стараемся сделать готовый продукт, который для конечного пользователя будет очень простым. Продукт, который у нас появится в ближайшем будущем, называется DeFabric. Это некий, назовем ее оркестратор над вот этими функциональными системами, где вы увидите и IoT Data Connect, вот он, который управляет FOG-директором, Field Network-директором, вот это EFF. Есть еще Jasper Control Center, то есть который реализует подключение на основе сим-карты. Независимо от типа подключения будет такой зонтичный продукт, который будет управлять всем типом подключения и вам по сути отдавать уже готовый по-английски говоря pipe с данными. То есть вы будете не видеть вот эту сложность инфраструктуры и интеграцию ее друг с другом. То есть у вас будет источник и конкретный потребитель в виде приложения. На этом слайде хотелось сказать о том, что концептуально мы идем к созданию отраслевых решений. В этом собственно говоря вся суть. Сейчас на текущий момент отраслевых решений уже много отдельно по производству, по энергетике, соответственно по умным городам. То есть допустим для производства это выливается в так называемые Cisco Validated Design как строить сеть технологическую сеть, как беспроводной сегмент строить, как обеспечивать безопасность, как внедрять на уровень технологической сети банальные вещи связанные допустим с телефоном. То есть зачастую у заказчика является потребность чтобы там Вася, который стоит возле какого-то станка мог позвонить и сказать у меня там не хватает деталей каких-то. А вместо того, чтобы поднять трубку и позвонить он может быть идет на другой конец там кричит мастеру мастер соответственно там дальше звонит то есть это процесс который реально затруднен и в жизни проще поставить ему какой-нибудь телефон прямо рядом с ним или там даже интерком панель по которой он мог бы позвонить и там ругнуться что ему там чего-то не хватает и вот такого рода задачи они вынуждают нас совместить технологическую сеть и корпоративную сеть как это делать у нас описано в валидированном дизайне более того пример который я описывал с станками и роботами мы начали первый опыт мы получили с роботами компании FANUC которая является лидером на рынке робототехники именно промышленных роботов первый проект был назывался он по-русски нулевые незапланированные простои он называется как сервис от компании FANUC Zero Downtime и предоставляется компании GM суть в чем у компании GM производственные конвейеры стоит очень много роботов и остановка эта конвейера очень дорого стоит по их данным это порядка 40 тысяч долларов в минуту стоит остановка конвейера она может остановиться из одного сломавшегося робота соответственно компания GM сказала так циска вы делайте нам инфраструктуру вот с этой инфраструктуры с этих там коммутаторов пожалуйста соберите нам данные по работе самих роботов FANUC в своем облаке и по согласованию с нами отдайте данные непосредственно производителю на основании которых он скажет что у меня в конкретном роботе скоро выйдет там конкретный узел чтобы FANUC мог подвести соответствующую запчасть и поменять до того момента когда он выйдет из строя на текущий момент уже порядка 6500 роботов подключено вот этому дата центру и это еще не все производственные площади GM тот проект которым мы занимались он в общем-то направлен не на сервис нулевого простоя потому что это типично и посчитается в деньгах для конвейеров наш проект который тоже мы начинали с FANUC и с мониторингом роботов заключался в том чтобы взять и оценить в итоге эффективность работы самого робота эффективность работы оператора расход материалов для того чтобы сделать учет этих материалов и соответственно учет ну скажем таки изделий либо там деталей которые в итоге у нас получаются для того чтобы сделать прозрачным уровень технологической сети производства и передачу этих данных на уровень ERP-системы где просто эти данные уже состыкуются то есть казалось бы технически выливается это в коммутатор E4000 в приложение которое развернуто на этом коммутаторе там в UCS на котором крутится весь софт из этого там софта мы делаем выгрузку там в ERP-систему простые компоненты но которые дают действительно очень много данных для конкретного заказчика на этом в